всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео хотел бы поговорить о том как выбрать секвенсор это тоже такой частый вопрос для начинающих кто только начинает заниматься звуком и очень много разводит споров на форумах но по сути это отдаляет их только от работы они больше занимаются именно спорами о том какой секвенсор лучше и чтением этих споров вот поэтому я бы сразу хотел сказать то есть вообще как но свое мнение по этому вопросу то есть как стоит подходить если вот вы только-только вообще выбираете и только садитесь скажем так в кресло звукоржиссер или аранжировщика вот секвенсор это конечно же основной вообще элемент то есть несмотря на то в каком жанре будете работать что там на чем вы играете чем владеете какими инструментами самое главное для вас от секвенсор секвенсор на сегодня это такая просто цитадель где все собственно происходит то есть неважно сколько вы живых инструментов используете сколько вы меди инструментов используйте какие меди инструменты вы используете но секвенсор это та вещь которую вас ну заложены основные функции вот и а на сегодняшний день есть порядка около десяти таких активно часто используемых секвенсоров я расскажу все вкратце о нескольких из них основных и примерно что вообще обращать внимание то есть я здесь не буду пытаться там вас за что-то агитировать ни в коем случае мне это и не нужно я сам лично работаю на logic уже работающий с 9 версии и меня полностью устраивает хотя есть нюансы которые я хотел бы чтобы разработчики поменяли либо обновили как-то улучшили но на данный момент меня полностью устраивает я вообще начинал с кубейса точнее еще даже я бы сказал садов adobe audition еще лет 10 назад а то даже и больше наверное а потом перешел на 5 кубейс я еще тогда работал на системе windows и потом в итоге перешел на mac и на 9 лоджик и уже когда вышел 10 лоджик в тринадцатом году я уже тогда погрузился в него прям с головой и уже ну даже не думал смотреть куда-то в другую сторону ну вот в целом как бы лоджик в этом плане хорош что он стоит достаточно дешево то есть порядка там 250 долларов но при этом обладает очень большим функционалом то есть реально количество встроенных инструментов качество этих инструментов возможности самого секвенсора ну просто на уровне реально современных всех топовых стандартов вот хоть там и есть некоторые нюансы там по каким техническим моментам и по некоторым пользовательским но в целом этот секвенсор действительно такой насыщенный и очень многие им пользуются и даже если не на прям какой-то полноценный продакшен то хотя бы как минимум там для записи каких-то демок для создания джировок для работы с миди он очень хорош и ну цена-качество просто великолепно единственно только особенно что он работает исключительно на системе mac os и именно из-за этого он там не у всех популярен потому что но пользователи windows и любители windows они просто не могут никаким образом пользоваться лоджиком и поэтому у них на этот секвенсор соответственно такие взгляды немножко скептически во всем остальном меня лично очень устраивает очень такой хороший секвенсор признанный уже профессионалами следующий такой же не менее крутой секвенсор это и болтон life он в нем тоже очень много возможностей вот можно зайти на сайт почитать изучить он ну по моему мнению больше все-таки предназначен скорее для электронной музыки для какой-то там для ремиксов для создания каких-то там сэмплов он не так удобен и хорош для сведения и мастеринга музыки лично на моё по моему мнению то есть даже чисто того от того как организован сам интерфейс там маршрутизация и прочее то есть в этом плане конечно он больше предназначен для интересного работы с лупами с меди там с каким-то в нем есть очень много функций которых например нет в том же лоджики и из-за этого на самом деле то есть очень не хватает этого вот у него о нем тоже можете почитать более подробно здесь он работает на всех системах поэтому можно его изучить следующий pro tools это такой прям уже просто кола классический секвенсор то есть это можно сказать такой самый наверное первый самый главный секвенсор вообще в 3 еще существует если не ошибаюсь 90-х годов и он прямо признаны не признаны такой стандарт мировой именно всех профессиональных студий то есть все продакшн студии которые работают с музыкой со звуком с видео везде приобретена приобретен про тулс вместе с специальными конвертерами про тулсовскими я на этом секвенсоре долго не работал про него что-то свой какой-то эмоции сказать не могу но я неоднократно смотрел как на нем работают профессионалы и в целом секвенсор действительно очень классный и звучит он очень хорошо и у него очень большие возможности по маршрутизации по созданию разных каналов по работе вообще со звуком с редактированием то есть он вот отличный инструмент для редактирования звука как правило записанного для записи для трекинга для сведения мастеринга то есть он в этом плане очень хорош очень удобен очень много дополнительных функций менюшек ну то есть такой достаточно профессиональный секвенсор далее есть еще к бейс честно говоря последний за последним версиями я не следил сам работал только на 5 сейчас уже сегодня по актуально 10 версия то есть принципе очень много конечно поменялось они обновили интерфейс тоже можно сайте поставить в принципе секвенсор тоже отвечает современным стандартам и качества и возможностей в нем очень удобно работать из мидии и с аудио ну то есть в целом даже по интерфейсу примерно как и любой современный секвенсор темная тема все как всегда вот но при этом очень очень такой насыщенный навороченный порой даже как мне кажется немножко слишком сильно навороченный но тем не менее тоже стоит вашего внимания то есть и также работает на системе windows и mac то же самое касается рипера тоже очень сейчас набирающие обороты секвенсор очень многие профессионалы на него переходит либо пользуются им как дополнительным секвенсором на нем я в принципе не работал вообще ни разу но видел также неоднократно как на нем работают и знаю именитый звук режиссеров то на них на нем работает и все в принципе тоже довольны многие отмечают там его алгоритмы суммирования звука ну то есть это опять же конечно тема для споров и такая вкусовщина но так или иначе нюансы есть реально нюансы есть сказать что он ничем не отличается кроме как внешнего вида я не могу и никто не скажет то есть он в нем реально есть свои алгоритмы свои фишки свои плюшки поэтому тоже в принципе можно обратить внимание studio one тоже очень такой набирающие обороты секвенсор очень удобный с дополнительными функциями со встроенным мелодайн эдитором вообще тут много очень интересных инструментов работ с модуляцией тоже встроенные синтезаторы плагины очень такие качественные интересные ну и тоже очень много профессионалов работает studio one то есть тоже можете изучить но в целом похож чем-то на кубейс так как разработчики примерно те же самые выходцы из стейнберга но в целом они очень так постоянно его обновляют то есть сейчас вышла 4 версия и достаточно такой насыщенный и удобный секвенсор то есть тоже совет обратить внимание ну и тоже любимый многими fruity loop studio в ней я вообще не работал ни разу но знаю что она очень популярна тоже для работы с меди с электронной музыкой для начинающих то есть чисто там поэкспериментировать не тоже много встроенных инструментов но в основном тоже в ней работают именно музыканты кто работает с электронной музыкой танцевальный там стран с музыкой редко в ней работают живыми то есть к чему я все это рассказал ну просто ввел в курс дела если вы вдруг не знали про какой секвенсор но дело в том что в принципе у всех секвенсоров основные функции примерно одни и те же другое дело что они так или иначе заточены под какие-то определенные ну я не скажу жанры музыки скорее под рабочий процесс определенный то есть например мой рабочий процесс больше подходит под лоджик под наверно про tools ну и может быть наверное кубейс с ну и studio ван я думаю тоже вот в том плане что fruity loops на вермине очень подходит есть я смотрел как там все организовано вот мне было бы неудобно в нем работать тоже касается и и болтон life то есть мне в нем с моими потребностями с жанрами музыка которая работаю и то как я работаю мне вот этот секвенсор был бы неудобен но при этом не знать что он плохой что он хуже чем лоджик или там в нем чего-то нету линку это урезанный нет просто сама логика построения программы она предназначена для другого для другой логики работы со звуком вот поэтому собственно для этого это показал обязательно изучите то если вы еще не сделали выбор у каждого секвенсоров есть демо-версии можно их установить можно попробовать и понять что вам нравится но опять же главный совет то есть не гонитесь за тем что там все на секенсер попробовать что одно что-то нужно делать в одном другу в другом нет я советую вам выбрать как вот один секвенсер который отражает там вашим возможностям или там вашим желанием вообще чем вы хотите заниматься и это секвенсор изучить от и до то есть вот реально если вы не изучите секвенсор начнете просто им пользоваться наобум крутить ручки то в этом нет никакого смысла это ну просто бессмысленно секвенсор это профессиональный инструмент как станок на заводе то есть ну сложно представить человек который не знает как выглядит станок но придет и начнет что-то там на нем делать какие-то детали вытачивать то есть но это глупо представить естественно проходит обучение в технику безопасности то же самое и с секвенсором если вы сразу открываете вы пытаетесь тут же сделать какой-то хитовый трек у вас ничего не получается вы злитесь и говорить что секвенсор полная фигня ну вы сами понимаете что это абсолютно несерьезный подход поэтому нужно изучить обязательно ваш секвенсор который вы выбрали при этом вы можете просто поработать год на каком-то потом понять что вам все таки нужен еще какой-то другой секвенсор вам не все устраивает в этом нет ничего такого вы ничего не потеряете если там спустя какое-то время перейдете на другой секвенсор будут свои конечно сложности то есть если вы вообще не работали ни в одном секвенсоре вам сейчас конечно лучше всего потому что вы еще гибкий у вас нет каких-то шаблонных там мышление нету запомненных в пальцах горячих клавиш каких-то привычных потому что именно из-за этого очень сложный переход с одного секвенсора другой из-за того что уже привык горячим клавишам какой-то организации к тому где что находится и первое время это конечно прямо ну ужасно просто переходить на новый секвенсор потому что чувствуешь себя каким-то прям голым скажем так посреди улицы то есть не можешь ничего сделать нажимаешь не понимаешь не ориентируйся интерфейсе но все это также конечно же перри перебарывается это просто опять же нужно изучить в сети есть куча видео в том числе бесплатных на youtube вводные курсы по каждому секвенсоров то есть быстро чтобы понять где чего находится вообще в целом логика секвенсора то есть как происходит там маршрутизация сигнала как происходит обработка сигнала то есть она чуть-чуть своя у каждого секвенсоров и стоит и это изучить и после этого уже только начинать заниматься непосредственно там основами звука как работать со звуком то есть только после того как вы изучили ваш главный инструмент уже можем идти дальше и говорить таких темах как сведения мастер аранжировка то есть без того то есть если вы не знаете как-то включить какой-то плагину при этом рассуждаете о том какой мастеринга сделать и какой рмс добиться но это очень странно то есть вы должны понимать что одно должно идти за другим это последовательный процесс и я вам настоятельно рекомендую потратить какое-то время и просто заниматься вот как энциклопедическое такое изучение вашу секвенсор тех функций которые вам нужны вот я в свое время то подобное сделал с лоджиком и максимально этим довольны что потратил это время потому что сейчас я просто могу практически любую проблему решить в этом секвенсоре потому что я его просто изучил от и до вот то есть есть даже какая-то нестандартная ситуация возникает я тут же анализирую какие у нее есть возможности как мне их сочетать чтобы эту нестандартную ситуацию решить вот соответственно без изучения секвенсора вы этого просто не сможете сделать и ну просто посонете и откажетесь от дальнейшей работы над этой композиции или там над этим проблемным моментом и так далее ну что ж на этом все надеюсь что мои мысли вам как-то помогут быстрее сориентироваться и выбрать нужный секвенсор у меня это на этом все сегодня увидимся с вами следующих видео с вами был дмитрий урсул всем пока